Бог наш Создатель, и Он хочет знать каждого из нас лично. Сегодня Равин поделится истиной о том, что Бог к нам ближе, чем мы думаем. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Равин Шнайдер Праздники Кущей. Я говорил о нем на прошлой неделе, и сегодня продолжу эту тему. Праздник Кущей во многом относится и к нам с вами. Но в этой серии я особенно сфокусируюсь на том, что Бог пребывает со своим народом. Каждый год народ Израиля строит жилища под названием Суккот. Каждый год мы поселяемся в таких жилищах в память о том, что Бог был со своим народом в пустыне, когда вывел его из Египта в землю обетованную три с половиной тысячи лет назад. Мы вспоминаем, что в пустыне у людей ничего не было, только Бог, который заботился обо всех их нуждах. Возлюбленные, сам Бог пребывал в пустыне со своим народом. Бог Отец хочет, чтобы мы с вами переживали то же самое сегодня. Он пребывает с нами. Опять же, я много говорил об этом и мог бы вкратце все повторить, но лучше продолжу свой рассказ. Я пытаюсь помочь нам понять, насколько близок к нам Бог. Он пребывает с нами. Он окружает нас собою. Послушайте, Он ближе к нам с вами, чем наше дыхание. Нам нужно пробудиться. Нужно осознать, насколько Он к нам близко. Он рядом. Он окружает нас собою. Это происходит не просто само собой. Это происходит благодаря нашему участию. Нам нужно верой утверждать, что Бог с нами, даже когда мы Его не ощущаем. Зачастую действие Бога остается незаметным. Глядя на поверхность океана, вы не видите всего того, что происходит под водой. Там, на глубине в сотни метров, столько всего происходит, там кипит жизнь. Но на поверхности океана вы всего этого не видите. Точно так же и с действием Бога в нашей жизни. Бог всегда рядом, и Он всегда что-то делает. Нам нужно утверждать это. Нам нужно отстраниться от сомнений, осуждений, неверия, и утверждать, что Отец любит нас, что Он рядом и всегда совершает что-то доброе для нас. Но нам с вами нужно принять решение содействовать Ему верой. Библия говорит, что без веры невозможно угодить Богу. Как узнать, что Бог с нами? Писание говорит нам, что когда Иисус родился, Его назвали Эммануил, что значит «с нами Бог». Кто-то из вас знает. Когда Иисуса распяли на кресте, был момент, когда Он издал свой последний вздох. В храме была завеса, которая закрывала вход святая святых. Именно в этой комнате Бог являл Себя. Завеса отделяла вход в эту особую комнату от остальных комнат храма. Только раз в год первосвященник мог войти в эту комнату. Никто другой не мог туда входить. Только первосвященник мог раз в год войти туда, в Йом-Кипур, в день искупления. Но когда Иисуса распяли, и Он сделал свой последний вздох, завеса, которая отделяла человечество от комнаты, куда приходил Бог, разорвалась на дворе. Об этом сказано в Писании. Еврейские историки тоже писали об этом факте, но не связывали его с Иисусом, потому что их глаза не могли этого видеть. Историки писали, что завеса разорвалась на дворе. По какой же причине это произошло? Бог, Отец, показал нам, что теперь доступ открыт, и войти в Его атмосферу может каждый. Бог не отдалился от людей, не стал являть Свою славу только лишь отдельным личностям. Любой, кто приходил к Нему, входил в Его атмосферу. Но нам с вами нужно прийти. Иисус сказал, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Бог здесь, и Он желает прожить с вами вашу жизнь. Поэтому Он сказал в 25 главе книги Исход, «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди них». Это был Божий план. Святилище — это мешкан на еврейском языке. Именно Он решил обитать со Своим народом, с древними иудеями. Он желает разделить с вами вашу жизнь. Он желает содействовать вам в вашей жизни. Он хочет быть нашим лучшим другом. Он хочет, чтобы мы говорили с Ним, чтобы мы любили Его и утверждали, что Он рядом. Все содействует ко благу тем, кто любит Его и призван по Его изволению. Но нам нужно обращать на Него внимание, иначе мы не увидим, что Он делает. Мы видим в Писании, что Бог действует всевозможными способами. Он говорит во снах. Иисус говорил притчами, которых ученики не понимали, пока не вдумывались. Бог может говорить к вам всевозможными способами. Он сделает в вашей жизни очень многое через то, что говорят друзья, через сновидения, в разных ситуациях, в кажущемся стечении обстоятельств. Бог говорит к нам через многие события в нашей жизни, но нам нужно это увидеть. Нам нужно смотреть на Господа и распознавать, что Он говорит к нам через наши обстоятельства. Если вы пошли за покупками и внезапно столкнулись с кем-то, кого не видели уже 5 или 10 лет, спросите Господа, как это делаю я. Господь, для чего я встретил сегодня этого человека? Каждое утро я просыпаюсь и спрашиваю, «Отец, мне снились сны, в которых ты говорил ко мне?» Тщательное изучение Писания показывает нам, что чаще всего Бог говорит к Своему народу через сны. Многие люди получают от Господа слово во сне. Другими словами, Бог желает говорить к ним, но они ничего не слышат, потому что не обращают на это внимания. Когда я просыпаюсь утром, я говорю, «Господь, ты говорил ко мне ночью во сне?» К примеру, у меня была ситуация, когда человек сделал то, что причинило мне боль, и очень расстроило. Я знал, что через несколько дней вновь увижу этого человека и переживал, смогу ли я сохранить с ним отношения. Я переживал, что могу наговорить лишнего, что буду с ним резок. Однако накануне встречи мне приснился сон. Мне снился мой земной отец, который сказал мне всего лишь одну фразу. «Сначала подумай о конце». Нужно сказать, что сон, в котором мой отец говорил ко мне, был неприятным сном. Мне было плохо, когда отец говорил ко мне. Сам сон был в серых красках, и ничего приятного в нем не было. Однако сон был очень странным, а фраза, которую произнес отец, столь резко и прямой, что я подумал, «Видимо, это сон от Бога». Я не понял смысл сна. Он показался мне обычным, серым, даже неприятным сном. Но на следующее утро я спросил, «Господь, это что-нибудь означает? Это от Тебя?» Я не был уверен на 100%, что это сон от Бога. Но у меня есть привычка спрашивать Бога, «Что ты хотел этим сказать?» «Когда мне что-то говорили, было ли это посланием от Тебя?» «Господь, от Тебя или нет?» «Когда я молился об этом сне, Господь напомнил мне, «Ты знаешь, что завтра у тебя встреча с тем самым человеком, который тебя расстроил». Ты подойдешь к этому человеку, он почувствует, насколько ты расстроен. Твои эмоции продемонстрируют ему, что ты раздражен и разочарован. Чем это закончится? Каким будет результат твоего поведения? Я подумал, результатом будет то, что мы не сможем сделать то, что я планировал. Поскольку во сне мой отец сказал мне, сначала подумая о конце, я спросил себя, чего я хочу от этих отношений? Куда я хочу направить эти отношения? Какие плоды от встречи с этим человеком я хочу увидеть? Поэтому я полностью изменил свое отношение, благодаря тому, что Господь проговорил ко мне во сне. Заметьте, это не был какой-то яркий и впечатляющий сон. Это был спокойный, даже, я бы сказал, неприятный сон в серых красках. Я даже не знал, что он от Бога, но я всегда ищу его. И пока я говорю с вами сейчас, Бог обращается также и к вам. Бог всегда говорит к своему народу. Так что не сомневайтесь, и во снах, и в видениях, и в молитве Бог всегда разговаривает с вами. Его лицо всегда с любовью обращено к вам. Господь велел нам произносить молитву в конце каждой программы. Мы называем ее благословение Аарона из книги чисел. Там сказано «Я-эр, Яхве, Панав, Элеха, Вихунеха». Что означает «да озарит тебя Господь светом лица своего». Что это означает? Церковь, вы его дети. Лицо Бога Отца всегда обращено к вам. Вы не спрячетесь от его взгляда. Он всегда смотрит на вас с любовью. Он не в отдалении. Он пребывает с вами. Я-эр, Яхве, Панав, Элеха, Вихунеха. Господь озаряет вас светом своего лица. Он смотрит на вас с любовью каждый день, каждую секунду вашей жизни. Он с вами. Недавно я прочел историю об одном маленьком мальчике. Этот мальчик не мог заснуть, пока его не положат в кровать его отца. Он говорил «Папа, мне нужно лечь в твою кровать, и тогда я засну». Но этот маленький мальчик не засыпал, если отец просто находился рядом. Он не мог уснуть, если отец не смотрел на него. Он говорил «Папочка, ты на меня не смотришь. Повернись и смотри на меня». Только когда отец поворачивался и смотрел на него, этот маленький мальчик засыпал. Знаете, отец смотрит на вас. Вы можете спать спокойно, можете успокоиться в его любви, можете ему довериться. Бог-отец всегда пребывает с нами. Но как и Иакову, нам с вами нужно пробудиться. Мы говорили о том, что Адам ходил с Богом в прохладе дня, что Бог говорил с Моисеем на горе Синай, что Бог общался с великими отцами веры, и те знали, что Бог с ними. Но знайте, Бог пребывает не только с великими героями веры. Бог с вами. Вспомните Иакова. Иаков был хитрецом и обманщиком. Он не был образцом нравственности. Он обманул своего отца, обернул руки шерстью и сказал, что он исав, чтобы обманом получить право первородства. Он лгал и совершал много плохих поступков. Однако Бог любил его и был с ним. Точно так же, друг мой, тебе не нужно быть идеальным, чтобы Бог любил тебя и был с тобой. Тебе нужно лишь открыть свое сердце и впустить в него Бога. Иисус умер за наши грехи. Все, что нам нужно сделать, это принять этот дар. Хочу показать вам местописание, которое вас вдохновит. Откроем книгу Бутия на иврите Бершит. Я прочитаю вам историю об Иакове и его сне. Многие из вас знают, что Иаков бежал изо всех сил. Он бежал от своего брата Исава, опасаясь, что тот убьет его за обман отца и кражу первородства. Иакову пришлось оставить свой дом и семью. Сегодня мы можем просто переехать в другой город и найти себе новых друзей через интернет. Тогда было не так. Если человек во времена Древних Писаний уходил из города, он оставлял абсолютно все. Итак, Иаков был одинок. Давайте прочитаем о нем в книге Бутие, 28 главе, это 11 и 12 стихи. «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнцем, и взял один из камней того места и положил себе изголовье, и лег на том месте. Его подушкой был камень, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Далее 16 стих. «Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Вот давайте остановимся здесь на минутку. Иаков находится в пустыне. Он оставил все, он одиноко напуган, солнце уже село, наступила ночь. Пора спать. Иаков нашел камень и приспособил его как подушку. Сложно представить, как можно спать на камне, но в Африке я видел племена, у которых вместо подушек бревна. Иаков положил голову на камень и уснул. Во время сна к нему пришел Бог и показал ему видение. Иаков увидел лестницу, которая начиналась у камня, на которой он положил голову, и упиралась в небеса, где обитает Бог. Он увидел, что по этой лестнице с небес на землю спускаются и поднимаются ангелы. Иаков проснулся и сказал следующее. Истинно Господь присутствует на этом месте, а я этого не знал. Он получил откровение, что Бог с ним, что Бог рядом, что Бог окружает его, что Бог всегда рядом, куда бы он ни пошел. Раньше он этого не осознавал и думал, что он одинок. А как насчет вас? Вам, как Иакову, кажется, что вы одиноки? Я уверяю вас. Бог с вами. Отец любит вас. Он желает, чтобы мы пробудились и утвердились в этом. Утверждайте это вместе со Мною. Нашей задачей в том числе является упражнение в вере. Давайте упражняться в вере. Иисус сказал, «Если не усомнитесь, но если и горе сей скажете, поднимись, вернись море, будет так, как вы скажете». Нам нужно противостать неверию, потому что это дух тьмы. Нам нужно упражняться в вере, поэтому давайте говорить истину. Давайте скажем вместе, Бог Отец, Царь Царей, Иисус, я знаю, что ты со Мною. Я верю, что ты любишь меня. И с этого момента я буду ходить в этом откровении. Даже когда я чувствую, что тебя нет рядом, я знаю, что ты всегда со Мною. Спасибо тебе, Отец. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Мы с вами уже говорили о древней скинии и предметах ее обстановки. Это та самая скиния, в которой Господь пребывал с народом Израиля, пока тот шел по пустыне. Одним из предметов обстановки скинии был стол хлебов предложения. На этом столе находилось 12 хлебов, каждый из которых символизировал одно из израильских племен. Хлебы предложения также называли хлебы, помещаемые перед Богом. Почему их так называли? Они символизировали тот факт, что Бог всегда пребывает со своим народом. Каждый хлеб символизировал одно из племен Израиля и принадлежал Богу. Так и вы. Зеница Божьего ока. Бог смотрел на эти хлебы предложения, и точно так же Он всегда смотрит на вас. Давайте не будем подобно неверующим современникам Иисуса, которые не осознавали, что среди них сам Бог. Они смотрели на Иисуса и говорили, «Разве это не сын Иосифа? Мы знаем его отца и мать. Как он смеет говорить, что он пришел с небес?» Они не признавали его, потому что он был обычным. Он был облечен в человеческое тело. Он выглядел так же, как и все. Но, несмотря на обычную внешность, Бог жил среди них. Не будьте подобны тем, кто говорил, «Разве бывает что-то доброе из Назарета?» Да, из Назарета пришло что-то великое. Это был сам Мессия. Но люди смотрели и не узнавали его. Помните? Каждый день. Что бы вы ни переживали, какой бы рутины ни занимались, будь то уход за детьми, ответы на звонки, подъем по утрам, утренние процедуры ванной, Бог всегда с вами. Он желает слышать, как вы с Ним говорите. Он хочет, чтобы вы говорили с Ним, словно Он всегда рядом, потому что так оно и есть. Бог желает привести нас с вами к большему пониманию Его близости. Хорошая новость праздника Кущей состоит в том, что Сам Бог с вами. Он с нами. Он окружает нас Собою. Он пребывает с нами в ходе нашей жизни. Куда бы мы ни пошли, Бог будет рядом. Бог никогда вас не оставит. Иисус сказал, «Я с вами до скончания века». Хочу призвать вас попросить у Бога прощения за сомнение, поблагодарить Его и довериться Ему. Он с вами. Он желает открывать вам себя еще больше с этого дня. Да высияет свет Его лица на вас еще ярче. С вами был Равин Кёртшнайдер. И я говорю вам, Бог, Отец, любит вас и заботится о вас. Благословение вам, возлюбленное, и шалом. Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение, узнавая еврейского Иисуса, изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение, узнавая еврейского Иисуса, вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Субтитры создавал DimaTorzok «Свидетельства». «Свидетельства» «И да будет милостив к вам, да обратит Яхве лицо свое на вас, и да даст вам Яхве свой мир». Господь сказал, «Так, благословляй сынов Израиля, и я нареку имя Мое над ними». Я хочу произнести это благословение «Ваша жизнь, возлюбленная». Бог Отец да продолжает непрестанно передавать вам себя Духом Своим во имя Иешуа. Он любит вас и всегда будет любить. Бог Отец да продолжает непрестанно передавать вам себя Духом Своим во имя Иешуа, нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом. Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что вашим сердцем что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает вашим сердцем, и вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит в ваше сердце. Иисус говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать, «Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Я хочу следовать за тобой». Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. И также, если вы хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. Это был последний эпизод серии «Пророческое исполнение Божьих осенних праздников». Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, позвоните по номеру, указанному на экране. Помните, я говорил вам, что каждая часть Скини несет в себе пророческую картину нашего хождения с Богом? Значение Скини привнесло немало смысла в наше спасение. Во время общения с этими драгоценными людьми происходило сверхъестественное излияние помазания. Это обучение нации, поскольку он проповедовал людям, принимающим важные решения. И я верю, что эта земля изменится, потому что ее лидеры наставлены в Божьих путях. Если вы сейчас принимаете решение отдать свою жизнь Иисусу, то я прошу вас повторить за мной эти слова. «Отец Бог». Я молюсь о том, чтобы Бог благословил его еще больше, чтобы он мог идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Думаю, благодаря ему многие люди получат спасение. Равен Шнайдер, как Иоанн Креститель. Он готовит путь для Иисуса Христа. Только что вы видели, что происходило в Сароте, Уганда. Спасибо, что вы помогли мне послужить здесь. Это плодотворная почва. Завтра мы будем крестить более 900 человек, уверовавших в ходе этого Крусейда. Я благодарю вас за ваше участие в этом служении. Да благословит и вас Бог. Шалом. Возлюбленные, что мне нравится в учении о Божьих осенних праздниках, так это то, что они применимы сегодня для каждого из Божьих детей. Не только для еврейского народа, но также и для язычников. И для тех из вас, кто является верующим во Иисуса из язычников. Этот праздник крайне важен для вас, потому что он учит нас о личности, Мессии и Иисуса. Бог Отец желает, чтобы вся церковь понимала иудейские корни христианской веры. Поэтому Иисус сказал женщине у колодца, «Женщина, вы не знаете, кому вы поклоняетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев. Господь поднял меня, чтобы я мог учить его народ, его церковь, иудейским корням христианской веры. Бог желает, чтобы мы поклонялись ему не только в духе, но и в истине». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина «Семена откровений». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Равина через наше мобильное приложение